Один из самых торжественных моментов церемонии посвящения в ряды юнормейцев – выдача личных книжек каждому новому члену детско-юношеского движения. В этих книжках будут фиксировать успехи, знаки отличия, награды и звания юнормейца. Поздравить ребят со знаменательным днём вступления в новый этап жизни пришли представители администрации, военного комиссариата, духовенства и руководители военно-патриотических клубов города. Я надеюсь, что каждый из вас будет принимать активное участие в этом движении, будет показывать активные результаты, активные успехи. И в конце учебного года, когда мы будем подводить итоги, мы будем награждать всё больше и больше мальчишек и девчонок. Хочу пожелать вам, чтобы каждый из вас стал защитником в первую очередь себя, своих родных и близких и любил нашу Родину. Духовная составляющая, нравственная составляющая – это очень важная черта любого воина, любого защитника. Желаю, чтобы вы были достойными во всём, имели знания, способности и были прекрасными, добрыми, хорошими, отзывчивыми, любящими, чтобы ваша душа тоже была прекрасна. Мальчишки и девчонки прочитали торжественную клятву юнормейца. Ребята пообещали быть верными своему долгу, защищать слабых, следовать традициям доблести, отваге и товарищеской взаимовыручке, стремиться к победам и служению своей стране. Новые члены движения чётко понимают свою задачу и осознают всю ответственность, которую предполагает почётное звание юнормейца. Юнормейц – это человек, который делает сам добрые дела, который сам на это подписался. Юнормейца – это человек, который служит Родине, он её не предаёт, который делает благие дела. Буду участвовать в разных конкурсах, буду ходить на разные мероприятия, также буду участвовать на разных парадах. Ну, что дальше уж будет, мы узнаем. Став юнормейцем, я смогу быть помощником, служить Родине, любить её, защищать старых, молодых и всех. Торжественная церемония посвящения в ряды юнормии завершилась под гимн Российской Федерации в исполнении военного оркестра. Светлана Ярунова, Константин Островский, Евгений Ивашенко, Служба новостей Саров, 24.